Дископробщина Именно оборонная отрасль должна не меньше, чем модернизация, думать о том, чтобы солдаты имели высокие нравственные качества. И для этого должна быть другая совершенно нравственная идеологическая работа внутри государства через телевидение. Что я могу ответить? Вы же прекрасно меня знаете, не первый год. Примерно понимаете, что я мог бы вам ответить один на один на сей счет. Поэтому давайте мы будем с вами корректными. Я скажу так, я неуполномочен отвечать на такого рода вопросы, потому что есть другие ответственные граждане, которые за это должны отвечать. Позовите их к себе и задайте им этот вопрос. Он меня тоже мучает периодически. Итак, каждый день включайте телевизор. Любой канал. Только насилие, только гадость, только разврат, только алкоголь, наркотики. И все пьют. Каждый сюжет выпивают. Дома начали пить, на работу пришли пить, в полицейском участке, в больнице, вечером, в клуб. Каждый сюжет идет звук разливаемого напитка. И все, если в совокупности взять, то более гадкой информационной политики, чем в России, нет нигде. И тем самым мы же и о себе делаем плохое мнение. Когда смотрят наши каналы, думают, а что вообще показывают русским и всем остальным народам нашей страны. И спокойненько чиновники в высоких кабинетах, на высоких трибунах говорят, не надо, подождем. 20 лет говорят. Значит, кому-то нужно, чтобы у нас был полный разврат. В широком смысле слова. И мораль, и культура, и образование, и политическая нравственность. Мы видим убийство, мы видим криминал, мы видим искажение образа семьи, мы видим примитивные желания. Первый вопрос касается механизма, который позволит фильтровать то, что выходит в массовость. Как с этим быть? Есть ли этот механизм? Можно ли его создать? В современном мире это сложно сделать. Поток профильтровать. Есть опасения того, что эта фильтрация примет идеологический характер. И общество будет лишено возможности получать достоверную, открытую, прямую информацию. Должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Везде. И в интернете, и на телевидении, и в других средствах массовой информации. Все другое, на мой взгляд, может быть осуществлено только одним способом этой фильтрации. С помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему фильтров морально-этических, вот это было бы правильно. Тем, чтобы, если не исключить, то минимизировать, а лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства. Мягко говоря, беспредел информационный, который вас беспокоит, он беспокоит миллионы людей. Ночная разборка в офисе телеканала ТНТ могла закончиться не так миролюбиво. Сначала крепкие ингушские парни долго не выпускали людей из здания и требовали привести руководство канала к ним на коврик, у входной двери. Осаду держали, пока не приехала полиция и ОМОН. Я генеральный директор КМД Клаба Андрей Левин. Хотел бы выразить глубокое извинение в связи с тем материалом, который вышел. Я хотел бы сказать, что это исключительная случайность. Руководитель крупнейшего юмористического продакшна страны Андрей Левин заметно нервничает. Оно и понятно, когда перед тобой сидит сам постпред Ингушетии в России Алихан Цычоев, тут не до шуток. До беговой дорожки, конечно, не дошло, но удалить ролик, оскорбивший ингушский народ, все-таки пришлось. И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ. Продолжение следует... Почему правительство закрывает глаза? Я неуполномочен отвечать на такого рода вопросы. Скажите нам, пожалуйста, откройте секрет. Задайте этот вопрос. Позовите к себе. Кросскоство. И так каждый день любой канал. Формируются новые идеалы у молодежи. Только насилие, только гадость, только разврат, только алкоголь. Более гадкой информационной политики, чем в России, нет нигде. И спокойненько чиновники высоких кабинетов, на высоких трибунах говорят, не надо, подождем, 20 лет говорят. Беспредел информационный, который вас беспокоит, он беспокоит миллионы людей. Редактор субтитров А.Семкин